4 ноября 2024 год по поводу комментария сделаю видеозапись мне пишет женщина и явная как бы помягче сказать не школьного уже возраста с таким текстом что они проще ли быть нейтральными вам было и и овцы сыты и волки целы наоборот и волки цветы и овцы целы так вот видимо видимо люди просто не в курсе того что допустим до 13 года до 14 до сентября четырнадцатого года украины был в конституцию внесен статус внеблоковой страны нейтральный то есть мы не шли не в нато не в что там у россия на дкб то есть мы были нейтральной страной это было закреплено у нас конституции это поменялось только опять же то есть в четырнадцатом году феврале россияне захватывают крым в марте объявляют крым свои парламент янукович сбегает когда-то в марте по моему же сбегает на не помню в общем афта феврале избегать то есть в сентябре только когда уже выбрали порошенко то есть уже после президентских выборов парламент по моему еще тот же самый был который при януковича он поменял конституцию и занес и внес туда изменения что мы теперь хотим надо не знали об этом да мы в тринадцатом году в тринадцатом году объявили отмену призыва вооруженные силы украины на срочную службу вот такая мы была такие вот такая милитаризированная воинственная такая страна была украина что сказала что нам вооруженные силы не нужны срочные то есть нам она не надо и отменили да я в четырнадцатом году меня когда мобилизовали я еще застал тех срочников которым замена не приходила потому что ему же не набирали замену потому как вы мыши как бы уже все разжет разоружается мы отдали свое ядерное оружие в девяносто четвертом году кому российской федерации да по настоянию запада там ну не надо даже надо конкретно сказать не запада конкретно соединенных штатов великобритания да и россия то есть они гарантировали как бы нашу безопасность будапештском меморандуме за то что мы отдаем второй не третий третий по потенциалу в мире ядерный запас российской федерации не американцам еще раз подчеркиваю а мы сдали ядерный свой запас российской федерации которая нынче нас тут эти тиранит убивает уничтожает разрушает города захватывает наши территории да то есть вот такие мы были милитаризированы в тринадцатом году весь бюджет вооруженных сил украины силовиков там сбу там в общем все это все что в погонах я не знаю может кроме мчс ников на это из бюджета выделялся 1 миллиард 800 миллионов долларов то есть ну как бы копейки то есть если вы хотите там кто-то мне может возразить что вы срочную армию отменили ну наверно контрактников много набрали нет на всех на всю милицию на всю сбу на все у нас было тратилось вот миллион миллиард 800 тысяч долларов то есть я же говорю чтобы вам было понятно в этом году только соединенные штаты выделили нам пакет 60 миллиардов долларов или то где милитаризовали на удачно то есть я просто объясняю насколько мы были вы действительно были настолько наивны что мы считали многие из нас не все то есть считали что в у нас россияне братья на запад мы сами хотим то есть зачем это делать да так что у нас было все это мы были нейтральной страной нас вывела из этого состояния от оккупация крым крыма российской федерации понятно мы совершенно лояльно там у нас границы с российской федерацией были просто иллюзорные да то есть их не было таких никаких там пограничников не стояло вдоль этих самых колючей проволоки потому что вы вспомните путин говорит когда пленные попались в первые в четырнадцатом году на территории донбасса а путин говорил ну они просто учения проводили заблудились там же разграничения так нету такого ну шли шли да заблудились вот попали в плен бывает такое дело такая у нас была граница с нашим основным врагом на данный момент российской федерации так в общем вините себя в том что сейчас украина становится основе из мощнейших стран европы до восточной европы из-за того что у нас сейчас там вместо совковых этих всяких бтр-ов калашников появляется брэдли макс про там до f16 заходят миражи нам дают это реакция на то что у нас россия не пытается уничтожить как украину как государство украинцев как нацию как народ понятно все буду украины на паре мать и с волками мы разберемся